Водители автобусов в Усть-Каменогорске не вышли на рейс в воскресенье. Чем недовольны работники общественного транспорта, расскажем сегодня в выпуске, а также какие условия они выдвинули властям, а также много других новостей. Баталии разворачиваются между Минфином и счетным комитетом. Орган не смог объяснить замечания ни аудиту, ни на рабочих группах, но с чем можно реабилитировать себя в прессе. О взаимных претензиях двух госорганов, а также о растущем госдолге, на чьей стороне правда, поговорим с гостями в студии. Будет ли новый локдаун из-за индийского штамма коронавируса? Комментарии главного санврача страны и вся статистика по ковиду у корреспондентов от Амикен Бизнес. И новые подробности о происшествии на фонтане в Алматы, в каком состоянии сейчас пострадавшие и кто ответит за произошедшее. Мадин Алмудином в студии новостей от Амикен Бизнес. Баталии разворачиваются между Минфином и счетным комитетом. Министр финансов Ерулан Жамаубаев, выступая сегодня на совместном заседании Палат парламента, опроверг некоторые цифры, озвученные счетным комитетом в качестве нарушений. Например, Минфин отмечает, что соотношение государственного долга к ВВП не превышает лимит, а концепция, на которую ссылается счетный комитет, в своем отчете не актуальна. Напомним, ранее главный аудитор страны Наталья Годунова заявляла, что госдолг республики уже достиг почти 30% к ВВП, тогда как установленный порог 27%. Жанна Алпызбаева продолжит тему. Несколько недель подряд глава счетного комитета выступала в стенах Мажелиса и Сената с годовым отчетом. Главный месседж ее доклада – госдолг растет, правительство все чаще прибегает к помощи из нацфонда. Досталось и квази-госсектору. По словам Натальи Годуновой, нацкомпании свои доходы отправляют не в казенную копилку, а на погашение зарубежных займов, а то и вовсе – на премии и заработные платы руководителей, причем независимо от КПА. И вот сегодня правительство подготовило ответ на критику. На совместном заседании Палат парламента выступил министр финансов. По его словам, предельный уровень заимствований из-за бугра будет пересматриваться. В настоящее время концепция не актуальна. Разрабатывается новый документ с учетом макроэкономической ситуации и других параметров развития экономики. При этом все другие долговые индикаторы соблюдаются и находятся на безопасном уровне. Также в Минфине отметили, что все платежи в нацфонд по итогам 2020 года перечислены в полном объеме, а нарушения по использованию средств бюджета госорганами сократились на треть. Однако Наталья Годунова заявила, что финансовые нарушения в госорганах подтверждены аудиторскими доказательствами. И вместо их устранения Минфин счел нужным реабилитировать себя в СМИ, поскольку читатели все равно деталей не поймут. Я не хочу сейчас отвечать на выступления премьер-министра, потому что все обсуждения прошли на заседании счетного комитета и на заседании в парламенте. При этом уполномоченный государственный орган не смог объяснить замечания ни аудиту, ни на рабочих группах и заседаниях комитетов и сената, но с чел нужным реабилитировать себя в прессе. Видимо, рассчитывая на сложность самого вопроса и то, что читатели профессиональных деталей не поймут. Но, к сожалению, недостатки и нарушения от этого никуда не делись. Согласно закону, все они подтверждены аудиторскими доказательствами. По словам Годунова, запас прочности еще есть, а потому прибегать все время к заемным средствам нет необходимости. И вообще, надо бы прописать, сколько, кому и в течение какого срока будут отдаваться эти деньги. Концепция должна быть прозрачной в перспективе 10 лет, считает главный аудитор страны. А за Нацфонд в этот раз вступился и депутат Мажелиса Аманжан Джамалов. Слабое налоговое администрирование привело к привлечению в бюджет дополнительных средств из Нацфонда. В 2020 году 45% доходов республиканского бюджета составляет поступление трансфертов из Национального фонда. Сумма составила 4,8 триллиона тенге. Это самый высокий показатель за последние годы. Правительству пора понять, что в будущем могут остаться только долги. Поэтому не думать сегодня о Национальном фонде – это то же самое, что не думать о будущем страны. Слабое налоговое администрирование, упоминаемое депутатом, также является еще одним камнем преткновения. Стране нужна реформа фискальной политики через повышение прозрачности, подотчетности и пересмотр механизмов государственной помощи бизнесу, считают докладчики. Здесь возникает еще одно недопонимание между счетным комитетом и правительством. Если аудиторы заявляют, что налоговые доходы снизились по итогам 2020 года в 7 раз, то в Минфине говорят, что расчеты были произведены неверно, так как счетным комитетом учитываются поступления только по результатам налоговых и таможенных проверок. В отчете приводятся цифры 223 миллиарда тенге, хотя на неделе эта цифра составляла 710 миллиардов тенге, заверяет Ярулан Жамаубаев. Жанна Алпызбаева, Атамикен Бизнес. С чем я соглашусь с Натальей Годуновой, что финансовая отчетность – это документ специфический и без должного образования в нем разобраться весьма непросто. И у нас сейчас на связи по скайпу Омархан Уксигбаев, доктор экономических наук. Добрый вечер, Омархан Нуртович. Добрый вечер. Ну вот вы как эксперт, который 15 лет, если я не ошибаюсь, возглавляли счетный комитет, можете вот как-то объяснить, откуда такая большая разница в цифрах? Ну я не говорил бы, что есть какая-то разница в цифрах, просто трактовки разные. О недопоступлениях, например, в налоговых поступлениях в бюджет счетный комитет говорит о цифрах в три раза меньших, чем которые называет Министерство финансов. Вы знаете, я, к сожалению, в парламенте не сижу и полностью отчет в руках не имею. Но я только владею цифрами, которые озвучиваются в средствах массовой информации. И те информации, которые они озвучены, мне говорят о том, что особых различий у них нет. Но счетный комитет всегда обосновывает свои аудиторские заключения только исходя из аудируемых цифр и отчетности, которые предъявляются уполномочными органами. Я не думаю, что счетный комитет в чем-то там ошибся. Но есть разные подходы и трактовки тех заключений, которые выносятся аудиторами и понимание их аудиториемым объектом. Поэтому здесь, конечно, всегда, все время и везде и всюду есть разногласия, они обсуждаются. И в конечном итоге, конечно, аудиторы доказывают свою правоту, поскольку они строят свои доводы на отчетности, которые представляются самим объектом контроля. Ну вы говорите, что в своих размышлениях опираетесь на СМИ. Но сегодня вот все СМИ показали, как Наталья Гудунова просто обвинила Министерство финансов при украшивании ситуации. Но, впрочем, и Минфин в глаза счетному комитету сказал, что они ошибаются в своих расчетах, например, по размеру того же госдолга. Может ли Минфин как-то провести аудит по уже проведенному аудиту счетного комитета? Нет, Минфин не имеет права проверять счетный комитет, потому что у них полномочий нет. Они по отдельным вопросам могут проверить в качестве внутреннего контроля некоторые вопросы исполнения бюджета самого СМИ и счетного комитета. Но их процесс аудирования они не имеют права проверять. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается вот этого разногласия, я еще раз хочу подчеркнуть, что есть разночтение в понимании тех характеров нарушений. Поскольку Минфин подходит со своей колокольной, счетный комитет обосновывается теми нормативами, которые на момент аудирования действовали. Я вот по внешнему долгу, по концепции. Концепция, да, есть концепция, где устанавливаются предельные размеры заимствования, с чем всегда руководствовалось и само правительство старалось придерживаться этого. Но это не норматив. Концепция – это трактовка, что к чему мы стремимся и как должны идти. И законодательно предельные размеры заимствования в нашей стране не установлены. И поэтому говорить о том, что мы превысили какие-то лимиты, это, наверное, неправильно. Почему же у нас установлена цифра 27% к ВВП? У нас установлен лимит 27% к ВВП. Это концепция, да. Внешне заимствования. Основной документ – это закон о республиканском бюджете на соответствующий год. Допустим, сейчас мы рассматриваем бюджет 2020 года. Там лимит 27% заимствования у нас не установлено, такое, как ВВП. Поэтому здесь понимание, конечно, и счетного комитета, может быть, и все парламентарии тоже должны смотреть, почему растет внешнее заимствование. Но в то же время Минфин тоже в определенной степени прав, поскольку такого лимита не было. Вот вы сегодня уже говорили о том, что у Минфина и у счетного комитета разный подход к проверке всех данных. Что вы имеете в виду, и как, если говорится об этом уже много лет, прийти к единой какой-то трактовке? Это касается понимания по привлечению к ответственности, наверное, вы хотите сказать, по финансовым нарушениям. Дело в том, что есть у нас трактовка по финансовым нарушениям, и один из элементов – это неэффективно использование бюджетных средств. Неэффективно использование бюджетных средств сегодня, к сожалению, имеет большой удельный вес финансовых нарушений, и, как я услышал, более 100 миллиардов тенге неэффективно израсходовано. Вот за эти нарушения у нас, к сожалению, никто не привлекается к ответственности, и такой характер нарушения из года в год имеет тенденцию роста. Если я не ошибаюсь, вы когда-то в свое время предлагали вводить уголовную ответственность за неправильное расходование бюджетных средств? Да, было такое, и я и даже в старинах парламента, когда был депутатом, тоже подумал этот вопрос. Но сегодня в нашей стране нет понимания, что такое неэффективное использование, и в чем его нарушение. Единого подхода в этом страху, поскольку нет ущерба, правительство говорит, что нет ущерба – значит, нет нарушения. Мы говорим, да, ущерба нет, но нет решения и социальной программы, и социальной задачи, которые поставлены расходованием этих бюджетных средств. Раз не решено, значит, бюджет не получил того ожидаемого эффекта. Если мы не получили того ожидаемого эффекта, значит, мы социальные задачи не решили. Значит, за это должны нести ответственность определенные архитекты бюджетных программ. Мархан Муртавич, но сейчас возникла такая спорная ситуация между счетным комитетом и Минфином. Как она в итоге должна разрешиться? Я вообще считаю, что это хорошо. Когда есть такие спорные моменты, в споре рождается истинно говоря. И поэтому я думаю, что в конце концов мы узнаем позицию правительства, что они должны этим вопросом заниматься, и это и есть проблема. И предписание счетного комитета, оно обязательно для правительства, для его устранения. И в конце концов, я не думаю, что примет к устранению тех выявленных нарушений, которые обозначены в отчете счетного комитета. Спасибо большое, что вышли с нами на связь сегодня вечером. Ну а я продолжу. Правительство продолжает заимствовать в иностранной валюте. Тем самым, внешний долг правительства и квази-госсектора растет ежегодно. Только в прошлом году он увеличился на 1 триллион и 600 миллиардов тенге. И сегодня составляет почти 14 триллионов тенге. А обслуживание валютной части заемов обходится госказне в 208 миллиардов тенге за год. Эта сумма сопоставима с ежегодными расходами на пособия многодетным семьям. Необходимо пересмотреть подходы планирования внешних заемов с акцентом на приоритизации их направлений, усилить контроль за использованием внешних заемных средств с учетом с ужесточением ответственности должностных лиц. При этом необходимо планирование использования средств внешних заемов сделать максимально открытым для общественности. Мнение парламента о том, что общественность должна контролировать средства нацфонда, разделяет и независимый экономист Нуржан Биякаев. Он считает, что работы счетного комитета в данном вопросе недостаточно. Инициативу депутата Ольги Перепичина необходимо закрепить на законодательном уровне, считает Биякаев. А для того, чтобы внешний долг правительства не рос дальше, эксперт советует вести мораторий на внешние заимствования. Потому что погашение таких обязательств будет и дальше вводить нацфонд в режим потребления, о котором говорила депутат. Если мы бы занимали два года назад по курсу 300-350 тенге, и обязательства подошли у нас в этом году, то, соответственно, мы конвертируем. Нам приходится уже эту же сумму возвращать, причем с определенными процентами, уже по курсу 430, по текущему курсу. Поэтому здесь экономически для нашей страны это невыгодно. Ну и у нас сейчас на связи по скайпу экономист Сергей Домнин. Добрый вечер, Сергей. Да, добрый вечер. Ну вот только что мы слышали, как эксперт Нужан Биякаев говорит, что нужно вводить мораторий на внешние заимствования. Вы бы с ним согласились? Ну я думаю, что это излишняя практика. Абсолютно этого не требуется. Наверное, нужно усилить контроль со стороны общественности, в том числе со стороны счетного комитета. И, наверное, больше нужно работать не над тем, чтобы ограничивать источники привлечения средств в бюджет, а над тем, чтобы расширять... У вас есть какой-то готовый механизм, как это сделать? Отдать на подконтроль в парламент? Ну, собственно, парламент и так контролирует сейчас очень большую часть расходов. И у него есть все инструменты для того, чтобы по каким-то бюджетным программам правительству выписывать стоп. Ну, тем не менее, мы, население, мало знаем о расходах того же квази-госсектора. Мне кажется, нужно сделать это как-то более прозрачным. Безусловно, но дело в том, что большая часть населения никак не интересовалась, так и не будет интересоваться расходами бюджета. Я думаю, что немногие знают, какой у нас бюджет. Для населения, наверное, важно, чтобы государство исполняло свои обязательства своевременно, в срок, и чтобы не было внезапных скандалов, связанных с бюджетом. А вот то, что касается контроля, это лучше передавать в ту публичную сферу, в которой работают, как правило, парламентарии, у них есть для этого инструменты для контроля, независимые эксперты, ну, и, может быть, еще кто-то, не знаю, какие-то эксперты международные, может быть, тоже стоит привлекать для этого. Ну, сегодня вы, наверное, видели противостояние счетного капитета и Минфина. На чьей стороне вы, чьим данным вы доверяете больше? Ну, я, на самом деле, не увидел, в чем у них расхождение существенное. Я вижу, что счетный комитет в последние несколько лет начал занимать более такую критичную позицию, по крайней мере, в своих докладах о публичных выступлениях представители счетного комитета стараются критиковать, в том числе Министерство финансов, но не только. И, собственно, таких существенных расхождений там нет, насколько я это вижу. Единственный момент касается того, что счетном комитете фиксируют, например, превышение установленной концепции бюджетной уровня соотношения государственного долга к ВВП, а в правительстве считают, что это нормально. Но и здесь, в общем-то, и счетном комитете, если читаться или слушаться в комментарии, то понятно, что они, в общем-то, не против. Они понимают, что это выход за предельные значения связаны, в первую очередь, с тем, что был кризис и потребовали дополнительные бюджетные расходы. Ну вот, а к вопросу о том, что нужно лучше контролировать, мне кажется, там и многие в Минфине согласны с этим, просто хотят знать, как, что они еще могут сделать для нас. То есть, вы считаете, что 27% ПВП – это еще не критическая черта для нашего бюджета? Ну, смотрите, там все-таки эти таргеты установлены среднесрочные. И если мы посмотрим на эту ситуацию среднесрочной, если мы будем на протяжении 3-5 лет превышать этот таргет, тогда это является проблемой. То есть, это будет говорить о том, что правительство не в состоянии выдержать свои, ну, как бы это было сказано, если бы это было в частности, как ковенанты. То есть, какие-то обязательства по соотношению долга. Но экстренная ситуация, в общем-то, у всех она такая. Нужно, наверное, на нее смотреть в динамике, а не отвлекаться на значение одного кризисного года. Посмотрим, что будет по итогам этого года. Если действительно правительство не справляется, ну, тогда можно предложить какие-то более конкретные инструменты для того, чтобы его ограничить. Но еще раз хочу повторить, что ограничение на внешние заимствования – это очень жесткое ограничение. И к нему прибегать нужно, ну, наверное, в самом крайнем случае. Поскольку это связывает руки правительству, и, ну, ничего это хорошего не дает. Еще раз повторю, у парламента есть все инструменты. И у парламента, кстати, и у президента, он же у нас тоже не наблюдатель в этой ситуации. Есть все инструменты для того, чтобы, если ситуация критическая, заявить об этом. И если она переходит какие-то границы действительно серьезные, остановить, там, рефинансировать задолженность и так далее. Но если вы посмотрите на отчеты международных организаций, если вы проанализируете наш бюджет, то это денежные потоки, то ситуация достаточно стабильная. Бесударство пока правительство способно отвечать по своим обязательствам. А есть ли у нас резервы в бюджете, как вы думаете, для увеличения зарплат тем же бюджетникам? Очень сложный вопрос. Я думаю, что очень большая часть этих резервов уже была использована в предыдущие годы, когда мы видели десятки процентов повышения заработных плат в медицине и образовании. Наверное, вот какой-то серьезный рубок уже сделан был. В дальнейшем, судя по всему, будут зарплаты, расти более умеренными темпами. Но опять же, надо понимать, что есть какие-то зоны, какие-то специальности, какие-то региональные, может быть, особенности, диспропорции, которые нужно компенсировать. И вот этим должно быть занято правительство в более длинном горизонте, скажем, 5-7 лет. Спасибо большое за ваше мнение. А у нас есть интересные цифры. Сельские жители, например, зарабатывают почти на 40% меньше горожан. Однако сравнительно в этом году доходы сельчан росли быстрее, сообщает Ранкинг Киезет. Казахстанец в первом квартале среднем зарабатывал 196 тысяч тенге ежемесячно. В региональном разрезе самые высокие доходы традиционно у жителей столицы и Алматы по 275 и 246 тысяч тенге. А в два раза меньше зарабатывает население Туркестанской области. Это наименьший показатель по стране – 122 тысячи тенге. Отмечу, менее 30% денежных поступлений казахстанцев составляют соцвыплаты, а более 2 трети пришлось на доходы от трудовой и предпринимательской деятельности. Ну и казахстанцы стали чаще брать займы на образование и меньше на здоровье. При этом банки предлагают населению новые виды кредитов и люди охотно ими пользуются. Сколько задолжали банкам жители страны и насколько опасно сидеть на игле кредитования смотрите сегодня в программе «Время говорить» вместе с Дмитрием Матчель. Стремительное распространение коронавируса может быть связано с наличием индийского штамма в стране. Таким мнением сатамикен бизнес поделился профессор медицины Алмаш Шарман. Позже это подтвердили и в межведомственной комиссии. Дельта-мутацию COVID-19 уже обнаружили в 74 странах. Она агрессивнее и переносить ее тяжелее, сообщили в Минздраве. Маржан Султумбаева собрала доступную информацию об индийском штамме. Она с нами на связи. Маржан, так чем он отличается от уже привычных штаммов коронавируса? Добрый вечер, Мадина. Индийский штамм опаснее. Если уханьский коронавирус заражал четырех человек, то дельта-версия сразу шестерых. Более того, инкубационный период короче в два раза, а значит человек быстрее почувствует болезнь. При этом инфицированные испытывают сильные боли в суставах, в животе, тошноту и рвоту. Заболевание даже может привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей, сообщили нам сегодня в Минздраве. При заражении именно этим штаммом период инкубации может значительно сократиться. Если мы говорим в целом, что это среднестатистически по 14 дней, то здесь есть сведения, что он сокращается и до 7 дней. В Минздраве в очередной раз призвали граждан вакцинироваться. В свою очередь, беседовавший с нами ученый сообщил, что объем антител в одной дозе недостаточен для формирования иммунитета от индийского штамма. Насколько он доминирует, сейчас пока трудно определить. Но чем он опасен? Тем, что, как я повторюсь, он более заразен. То есть он, вероятно, имеет возможность каким-то образом подавлять модуль защиты человека. И, возможно, более агрессивный. То есть он может вызывать довольно серьезные нарушения. В Великобритании из-за распространения этого штамма, даже несмотря на вакцинацию, они вынуждены вернуть свои противоэпидемические меры. Факты заражения индийским штаммом уже после вакцинации зафиксированы в соседней России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти у 90% заболевших COVID-19 дельта-мутация. Однако в Казахстане еще такой статистики нет. В Минздраве обещали сообщить окончательное решение уже после завершения полногеномного исследования ДНК-образцов. Мадина? Спасибо, Маржан. Ну а между тем, в Нур-Султане могут ввести дополнительные ограничения из-за индийского варианта коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Ирлан Киясов. Город до сих пор находится в красной зоне с суточным приростом заразившихся более 200 человек. И ограничения действуют самые жесткие. На вопрос, введут ли тотальный локдаун в столице, главный санврач ответил в следующем. Что-то мы будем предлагать и по ужесточению. Завтра вы узнаете более точно. Детализация будет завтра. Планируем принять отдельные решения по местам массового скопления. Ирлан Киясов добавил, что ограничительные мероприятия пока коснутся только столицы. Принимать ограничительные меры в других регионах будут в случае ухудшения там эпидситуации. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Казахстане коронавирусом заразились 930 человек. 442 пациента из них находятся в тяжелом состоянии. Экспертиза научного центра о заражении медиков из-за нехватки защитных костюмов необъективно заявил сегодня на очередных слушаниях по делу экс-главы СК фармации Ижан Бертанов. По словам экс-министра, у центра нет собственной клиники. А потому всестороннего заключения эксперты дать не в силах. Более того, в мире наличие защитного комбинезона в ковидных зонах уже не обязательно, отметил экс-министр и напомнил, что во время вспышки коронавируса в стране во многих медучреждениях не было ни специальных инфекционных зон, ни вентиляционных систем. А технические регламенты медперсонал не соблюдал. Одна из основных причин нехватки СИЗов, по мнению Бертанова, в срыве поставок со стороны Китая. Расценивать же отсутствие костюма в качестве главной причины нелогично, заключил экс-министр. Уже доказано, что наличие и, соответственно, отсутствие защитного комбинезона является гарантией от заражения. То есть достаточно просто вот этой хирургической накидки. Основной путь передачи – это дыхательные пути. То есть поэтому маска и просаживший щиток, это вполне, разумеется, перчатки, вполне достаточно для предотвращения. Поэтому говорить о том, что вот экспертиза, она установила, ну, это экспертиза, я боюсь, что не объективная. И ее нельзя ни в коем случае признавать как стопроцентная. Да, это одна из причин. Но причин много. Напомню, судебные слушания по делу экс-главы СК формации Беррика Шарипа продолжаются. Его обвиняют в незаконном ношении оружия и злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли массовые заражения медиков. В обвинительном акте уточняется, что из-за лоббирования интересов компании «Инкар» Шарип исправил техспецификацию и к закупкам, несмотря на других поставщиков, полностью соответствующих изначальным требованиям. В итоге защитные костюмы в Казахстан вовремя не поступили. Самолеты из Китая два раза возвращались без товара. Тестирование электронной системы билетирования в Усть-Каменогорске спровоцировало громкий скандал. Перевозчики посчитали, что средства от пассажиропотока, поступающие через валидаторы, минуют их бюджет и объявили бойкот. В результате часть автобусов сегодня не вышла на рейсы. Все выходные горожане вынуждены были часами ждать долгожданные маршруты. Перевозчики выдвинули властям условия доработать электронную систему билетирования. С чем не согласны транспортные компании, выяснял Дмитрий Крюкович. Тестирование новой системы билетирования, которая выпала на выходные, усть-Каменогорцы запомнят надолго. Автобусы практически исчезли с улиц города. Пассажиры не смогли попасть по назначению. Шквал недовольства горожане выплеснули в интернет. Мы убедительно просим вас, уважаемые водители, кондуктора, прекратить все забастовки, все отбросить эмоции, потому что столько людей останется дома, остановятся фабрики, остановятся заводы. Тем временем на одной из конечных остановок города скопилось 30 автобусов. Водители и кондукторы потребовали, чтобы их выслушали. Результаты электронного билетирования многих не устроили. Ежедневная выручка теперь уходит в Центр управления пассажирскими перевозками. Владельцы автобусов говорят, что у них не стало наличных на закуп топлива и ремонт транспорта. Многие не понимают, как при новой системе будут выплачивать дотации за автоперевозки. Наши условия валидаторы пусть убирают. Мы работать не будем, государство бесплатно. И так-то, и, кстати, еще, пусть нам платят дотацию, уже парке у нас угрожает. Вы оттуда уйдите, завтра все вас, Кркотаев, уволите. Пускай уволят. Мы что, мы уже от ничего не боимся, нам терять нечего. Почему первый блин вышел комом, власти не объяснили. Возможно, это связано с проваленной информационной кампанией по внедрению новой системы оплаты, которой, кстати, занимались сразу три управления. Горожане сегодня не знают, где можно приобрести электронную карточку, как пополнить баланс и как проверить остаток на счете. Вот насчет основного счета, я не знаю, говорят только в терминале, если приложение какое-то, пока ничего не говорят, неизвестно. Я даже не знаю, где ее пополнить, эта проблема, и где ее купить, где, как. Ну, какие-то такие моменты организационные. После демарша перевозчиков власти решили, что электронное билетирование пока будет действовать только на четырех автобусных маршрутах. С остальных валидаторы демонтированы. На оставшихся направлениях можно по-прежнему расплачиваться наличными. После доработки электронную систему оплаты обещают запустить в конце июля на 585 автобусах города. Проект предполагает создание объекта ГЧП, то есть оснащение оборудованием всех транспортных средств, которые обслуживают городские регулярные перевозки, а также создание диспетчерского управления, создание эмиссионного центра, а также включает в себя достоимость обслуживания всей системы в течение четырех лет. Пока власти и перевозчики выясняют, кто, кому и сколько должен и как лучше оплачивать проезд наличными или через валидатор, население высказывает претензии к качеству пассажирских перевозок в Усть-Каменогорске. На фоне затянувшегося скандала, теперь, чтобы вовремя попасть на работу, приходится как в мегаполисе вставать на час раньше. Дмитрий Крюкович, Илдос Жупанов, Атамикен Бизнес, Усть-Каменогорск. И новые подробности по происшествию на Алматинском фонтане. Женщина, пострадавшая от удара электричеством, находится в очень тяжелом состоянии. Также в реанимации находится ее 8-летняя дочь. Второй ребенок переведен в отделение. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья. Между тем, в управляющей компании «Эко Алма-Аты», обслуживающей фонтан перед цирком, сообщили, что технических нарушений в работе поливного устройства не было. Все работало в штатном режиме. Инцидент произошел накануне. Двое детей спустились в фонтан, однако выбраться самостоятельно не смогли. На помощь им бросилась мать одной из девочек. Однако и она оказалась под напряжением тока. Спасли пострадавших случайные прохожие. Фонтан перед зданием городского цирка построен почти полвека назад. Последнюю реконструкцию здесь проводили в 2009 году. В обслуживающей компании сообщили, что погружные насосы работают под напряжением 220 вольт. Дети спустились в чашу фонтана для того, чтобы искупаться. При этом, значит, до этого они тоже сидели около фонтана. При этом в середине чаши фонтана работают устройства. Ребенок дошел до установки и дальше, опять-таки, со слов пострадавших чем-то зацепилось то ли ногой, то ли рукой и произошел удар током. Умышленный поджог стал причиной пожара швейного салона в Павлодаре. По данным департамента ЧАЭС, пожарные выезжали на это место дважды за выходные. Неизвестным поджигателям со второй попытки все-таки удалось осуществить задуманное. Старейшему ателье города нанесен большой материальный ущерб. Кроме того, сильно пострадало деревянное здание, которое хоть и не числится в реестре памятников культуры при Иртышье, но тем не менее имеет важное историческое значение. Лакомым кусочком злоумышленников является земля. Такой версии придерживается большинство гаража. Швейный салон находится в очень удобном месте, и его владельцам не раз предлагали переехать. Неизвестное лицо умышленно совершило поджог здания швейного салона. Огнем уничтожена деревянная конструкция кровли и частично деревянная стена. На данный момент ущерб устанавливается, назначены необходимые экспертизы. По данному факту, следственным подразделениям начато досудебное расследование по статье 202 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ну и в студии уже находится мой коллега Дмитрий Мачель. Дмитрий, добрый вечер. Приветствую, Мадина. О том, что население закредитовано, мы уже говорили не раз. Я вижу, у тебя в студии сегодня Ножан Биякаев, эксперт. Разговор, наверное, предстоит обстоятельный. Да, действительно, люди продолжают брать кредиты. На какие цели они их берут? И что самое интересное, суммы кредитов из года в год растут. Отдает ли население кредиты банкам? Испытывают ли банки какие-то трудности в этой связи? Ну и самое главное, на что берут кредиты казахстанцы? Здесь уже очень интересные моменты появились. Вот сегодня информационные поездки. В принципе, мы будем сегодня об этом говорить. Данил Москаленко, временно отсутствует, поэтому я буду беседовать с гостями. Думаю, будет интересно послушать и тебя. Удачи и удачного эфира. Ну а у меня на этом все. Оставайтесь на канале Атамикен Бизнес.